Специально к Олимпиаде 80 они сочинили песню «Москал», но группу Чингисхан тогда не пустили петь в СССР. Мы знали их песни наизусть, но лис никогда не видели. Свой первый концерт, заветный «Москал», они дали лишь недавно. И вот немецкие парни решились на признание, за что же все эти годы они так беззаветно любили нашу страну. «Москва. Чужая и таинственная. Купола из червоного золота, холодная как лед». Эта песня про нас, группы Чингисхан, в 80-м поразила весь Советский Союз. Правда, в незнакомые слова тогда никто не вникал. В России про нас ходили плохие слухи. И говорили, что в песне «Москал» поется, что немцы придут и сбросят бомбы на Россию и сожгут Москву. После этого мы стали под запретом в России. Лолита Милявская в 90-е пела это «Москва» на немецком. Но она и сегодня помнит ту версию, которая ходила в народе накануне Олимпиады. «Москва, Москва, забросаем бомбами, будет вам Олимпиада. О-хо-хо-хо-хо». Кто сочинил эти слова, сейчас и не вспомнить. Но из-за них немецкую группу не пустили в Союз. И песню «Москва», которую написали специально к Олимпиаде, на Олимпийском стадионе, они так и не спели. У нас было все готово к поездке. Мы костюмы сшили, каждый имел свой цвет по цветам Олимпийских колец. Когда мы узнали, что никуда не едем, это было как конец карьеры. В маленькой мюнхенской квартире вокалистка Эдина с гордостью покажет, что старое концертное платье ей сегодня почти в пору. А сами чингисханы могут смело тряхнуть стариной. Правда, это уже не диско. Они веселились на сцене и собрали аншлаги. Но именно шоу-бизнес и слава разрушили семейную жизнь их основных вокалистов. Об этом чингисханы раньше не рассказывали никому. Если бы не было чингисхана, мы могли бы все еще быть вместе. Группа чингисхан успела наделать шума по всему земному шару. Их Москоу распевали и в Австралии, и в Японии, и в далекой Бразилии. Но в Москве они впервые выступили только недавно. В 80-е нам пришлось выбирать, или едем в Москву, или имеем серьезную карьеру в Германии. Сегодня чингисханы наконец расскажут, почему же они не приехали на Олимпиаду, как покоряли Союз без единого концерта, и что за драма скрывалась за их разудалыми напевами. В этом большом спортивном клубе четверо друзей впервые тренируются вместе. О, как тяжело! А все ради вас! Я вообще не спортивная, но я стараюсь! И очаровательная Генриета снова без труда в центре внимания. У Гети такая упругая попка, потому что она каждый день сидит на этом тренажере. Недавно у чингисханов сбылась, наконец, главная мечта, и их все-таки пригласили в эту капризную Москву. Ради этого концерта они снова собрались вместе, сшили костюмы и забыли о прошлых ссорах. Мы не знали, как Гети и Вольф к этому отнесутся, потому что они развелись и давно друг друга не видели, жили в разных городах. Сегодня по улочкам тихого Мюнхена они вновь гуляют вместе, впервые за много лет. Только Вольфганг от бывшей жены Генриетты немного в стороне. И даже самим музыкантам любопытно. Может, эти бывшие супруги хотя бы сегодня помирятся? Чингисханы вспоминают бурные 80-е, когда всего за пять лет они заработали на счастливую и спокойную жизнь. Это мюнхенский Беверли-Хиллз. Наверное, вы тут много времени проводите. Конечно, мы любим красивую одежду и хорошие вещи. И теперь можем себе позволить выбирать. Их коллега из далекой России Лолита Милявская ради сладкой жизни и сегодня трудится без перерыва. Вообще-то я подрабатываю, правда, я вот в ВИПе, поэтому в капюшоне, без грима, так, чтобы никто не узнал. В 90-е она с таким трудом преодолела культурные барьеры и все-таки спела эту Москоу. Но и сегодня на немецком ей вспоминается другой мотивчик. На всю жизнь ненависть к немецкому языку привила песня Ту запись песни Москоу они сделали перед концертом за несколько часов. Немецкие слова Лоли написали русскими буквами. И она спела, особо не вникая в смысл. Опаздывали на концерт, и вот там есть такая проходка по столу ногами, что, в принципе, в последствии уже стало моей коронкой вылезать на стол. Но тогда мы опаздывали на концерт, вместо меня чьи-то ноги прошли. Первый раз в моей жизни была дублерша. Но ноги мне не понравились. Тогда в нашей стране вообще мало кто понимал, о чем же поют эти странные немецкие чингисханы. Почему у них такое воинственное название? И чего они хотят от нашей златоглавой Москоу? И только сегодня, на встрече со своим первым продюсером, они откроют все эти тайны. Привет, привет, проходите. Как в старые добрые времена, да? Продюсер Альф Зигель сегодня во всей Германии звезда номер один. Шикарный пятиэтажный дом с собственным лифтом, своя студия в подвале, повсюду золотые инициалы, бриллианты и даже жена, юная модель. Он как будто вышел из кино про богатых и знаменитых. Давай иди ко мне. Сними здесь эту красавицу. Какой у вас красивый дом. Да, спасибо. Я провел много прекрасного времени здесь. Ральф Зигель начал создавать хиты для Евровидения, еще когда этот конкурс был европейским смотром самодеятельности. В 79-м он написал провокационную песню «Чингисхан». Мы хотели всех шокировать. У нас с поэтом было два варианта названий – «Ганнибал» и «Чингисхан». И я начал петь. И это было отлично. Я написал демо, сам напел все голоса и отправил на Евровидение. И через две недели жюри выбрало песню и сказали нам петь через полтора месяца. Я сказал «Прекрасно», но у нас не было группы. На этом старом кожаном диване ровно 30 лет назад он собрал танцоров и вокалистов со всей Европы, чтобы было кому спеть его новый хит. У нас был парень из ЮАР, типичный немец, типичная венгерка, типичная датчанка. Это была горячая смесь. Шесть таких разных людей. И за шесть недель мне надо было сделать из них звезд. Я позвонил лучшему хореографу Германии и сказал «Друг, у меня шесть ребят, которые не умеют петь, не умеют танцевать, ничего не умеют». Это неправда, неправда. Да правда. Он сказал «Посади их в клетку на шесть недель». Через полтора месяца на Евровидении они заняли почетное четвертое место. А уже на следующий день их Чингисхана распевали по всей Европе. Они стали первой группой в истории, кто запел на немецком и стал популярен по всему миру. Один, два, три, четыре. Субтитры создавал DimaTorzok